Канал Мама Эля представляет Через год после того, как Эля с Димой обвенчались, у них родился первый сыночек. Назвали его Серафимом в честь Серафима Саровского, великого русского святого. Поздравляю, милый Дима, с датой празднично-счастливой, с новорожденным сынулим и созванием отца. Мужество тебе, терпение и любви неизмеримой. Воспитай достойно сына, умничку и уданьца. Когда Серафиму исполнило 40 дней, он принял святое крещение. Крестным папой Серафима стал дядя Саша. Это лучший друг папы Димы. А крестной мамой стала тетя Олеся. Она приехала крестить Серафимчика из другого города, вместе со своим сыночком Севой, который родился раньше Серафима на 4 месяца. А мама Эля стала крестной Севой. Так две их семьи породнились, и мама Эля с мамой Олеся стали сестрами. А Серафимчик с Севой стали братьями. Бабушка Зина с дедушкой Юрой в первый раз увидели своего маленького правнука. Победа правнука дождаться. Счастливее момента нет. Теперь есть стимул не сдаваться и жить еще немало лет. Драгоценный дар от Бога ты прими с благоговением, с благодарностью счастливой и с поклоном до земли. Сын души твоей частичка и святое продолжение. Улыбнись судьбе сегодня, и день новый воскрыли. Нам не нужно от жизни много, ни побед, ни вершин, ни похвал. Одного мы просим у Бога, чтоб тебя Он оберегал. Мы любовь свою вместе сложим и умножим ее на три. Мы семья, и мы многое сможем, и мы многое уже смогли. Так Серафимчик рос и развивался. Сначала он научился держать головку. Мне каприза ни к чему, я уже мужчина. Вот как голову держу, вот какой я сильный. Потом стал переворачиваться. Стоять, держась за маминой руки. Бабушка Марина души в нем не чаяла. Качала его и пела ему песенки. Четыре месяца Серафим следил за движущимися предметами. И очень любил, когда его качали. Как-то раз Серафим решил попробовать свои ноги на вкус. В рот засунул палец ножки, пососал его немножко, показав, что после ночи он, конечно, кушать хочет. Когда ему исполнилось шесть месяцев, он научился сидеть. А однажды он так сильно бил игрушкой по столу, что сломал ее. Потом научился стоять, держась за опору. Когда у Серафима прорезались первые зубки, он стал ими грызть яблочки и другую разную еду. А потом научился ползать. Очень любил купаться. Познакомился с Муркиными котятами. Изучал, как работает стиральная машина. И очень любил играть с папой. Посмотрите на ребенка, он пытается идти. Надоело нам ползти. Ух, работа нелегка. Начинаем мы с шажка. Раз шажок и два шажок. Вот и ходит наш дружок. Вот и ходишь ты, малыш, А не на руках сидишь. Давай смелее иди, дружок. Один шажок, другой шажок. А там, глядишь, и третий. Иди, а мама встретит. Ручки мамочки протянет. Шаг, другой, и он пошел. Равновесие нашел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Быстро время пролетело Серафиму целый год. Что-то просит то и дело, а бывает и поет. Это маленькое чудо, как из сказки «Милый гном». Уже бегает повсюду, изучает все кругом. Пусть растет малыш здоровым, Самым умным, озорным. Вам, родители, терпение, Чтоб легко вам было с ним. Вот и год, какая дата, время, как же ты летишь. С верточком ты был когда-то, а теперь такой крепыш. С первым годом поздравляем в жизни крошечной твоей, И от всей души желаем только тебе ярких дней. С интересом мир исследуй, прыгай, бегай, веселись. С каждой маленькой победой ты счастливей становись. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, То подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Пока!